Как считаете, сколько нужно дней, чтобы суровая зима превратилась в жаркое лето? Оказывается, всего 15. 15 дней и несколько тысяч километров. И сейчас мы с вами этот путь пройдем. О рейде Волок нам рассказал Юрий Гинжак. Он-то и станет нашим гидом на протяжении всего пути от Белого до Черного моря. Вот и началась наша экспедиция Волок 2010. Но для того, чтобы она действительно началась, для этого необходимо преодолеть нам расстояние от Челябинска до Москвы. Подработав пару дней в вагоне-ресторане поезда «Челябинск-Москва» и заработав тем самым на предстоящую поездку, наш путешественник отправляется через Карелию к Белому морю, в сторону точки общего сбора. Мы пересекли границу с Карелией. Мы находимся на первом равнинном водопаде, который встретил нас своей красотой, своим безумством и своим шумом. Он называется у нас Кивач. Затем еще дальше на север, в уже наступивший полярный день и территорию минусовых температур. До старта еще несколько часов, но скучать в ожидании никто не собирается, а тем более, что заняться тут есть чем. Так как я рыбак, так как я рыбак, у меня тоже рыбак, я не мог не вывозить местных жителей, чтобы меня отвезли на пол. Ловят здесь рыбку Колю, а по-нашему просто Колюшку. Удочки самодельные, по сути, это даже не удочки, а просто деревяшки с привязанной к ним леской. Транспортное средство у рыбаков, как и удочки. Тоже из каталога «Сделай сам». Этакий снегоходный трайк, гибрид мотоцикла «Иш» и того, что было под рукой. Впереди лыжа из обреза полиэтиленовой трубы, сзади камеры от какого-то грузовика. Надо сказать, что разгоняется это изобретение аж до 70 км в час. А вот, собственно, и начало экспедиции «Волок-2010». Ну, 26 число, еще 7 часов утра нету. Собираемся, потихонечку выстраиваемся для дальнейшего следования в сторону Коливала. На этот раз точка отсчета «Волока» стала деревянная церквушка на прибрежной косе в Кеми, известная по фильму «Павла Лунгина. Остров». Как видите, в автокараване исключительно внедорожники, причем многие еще и трофейные. Одна из целей путешествия – увидеть интересные объекты и места, которые находятся вне общественных туристических маршрутов. А ко многим из таких памятников подъезд на автомобиле или невозможен вовсе, или возможен исключительно по бездорожью. Вода на самом деле ужасно холодная, но я чувствую, что она пропитана вот этой вот такой благородной какой-то природой, которую просто в обычной жизни не искать. Ей нужно приехать сюда, именно посмотреть здесь, именно почувствовать ее и попробовать. Этот Волок – третий по счету, а карты проекта разрабатываются с 2001 года и насчитывают уже несколько десятков разведок и экспедиций. Нередко отправляются в путешествие целыми семьями. Вот, например, самый молодой участник экспедиции, недавно отметивший первый в своей жизни день рождения. Карельское бездорожье встретило путешественников весенней распутицей. В лесах уже начал подтаивать снег и зазеленели островки Мхам. Вот такая вот красота у нас здесь. Точнее, не у нас здесь, а у них там. Нет, у них тут, в Карелии. С каждым пройденным километром дорога становится все коварнее. Половодья, идущая с юга, прячется под хрупкой коркой Наста. Кому-то удается проходить этот участок без проблем. Другим же везет меньше и обойтись без помощи попутчиков уже не получается. Но сесть на брюхах, потаивший снег, это еще не самое неприятное. Вот нашему экипажу посчастливилось застрять покруче. Слов просто нет. Такое ощущение, что на что-то уперся. Да вот у нас такая, мы просто завязли. Да я на что-то сажусь мордой. Казалось бы, брод-то порядка 70-80 сантиметров. Для подготовленных автомобилей это не так много. Но он оказался очень-очень иллистым. Такое купание не прошло для автомобиля даром. И в ближайшем населенном пункте пришлось обращаться в мастерскую. У нас прилетел генератор. Надеемся, что это просто-напросто один генератор. Желаем счастливого пути. Ни гвоздями, ни гвоздями, ни гвоздями. Из Карелии, потеряв несколько дней за ремонт, наши герои на пароме отправляются в Ленинградскую область. В город Кронштадт. Военно-морскую цитадель России. Оттуда тоже на пароме в Ломоносов. А затем в Ивангород. Мы находимся на границе России и Эстонии. Красивое место. На этом месте стоит замечательная старая крепость Ивангорода, которую в 1492 году построил Ивангрозный. Для охраны нападок как со стороны Европы, так и наполовников со стороны реки Лёграс. Но красиво, на самом деле очень красиво. На самом деле впечатляет своим размахом, своим фундаментальным строением. Именно фундаментально, потому что если посчитать, сколько ей лет, и что она до сих пор стоит, и что я вот сейчас на ней стою, если она не разрушилась, значит это строили наши предки. Строили вот так. Погранзона. Здесь запрещено снимать. Ну а мы и не снимаем. Вот этой вот пушечке ровно 365 лет. Качество у неё такое, чтобы нам сейчас такое делать. Специально для автолиги. Я сейчас из неё выстрелил. Мимо русско-эстонской границы караван двинулся дальше к югу. В этой части России с дорогами всё либо совсем хорошо, либо совсем плохо. То есть альтернативой асфальтовому шоссе служат лишь давно заброшенные болотные колеи, которыми не пользуются даже местные. Рисковать наши путешественники не стали, и до грунтового участка пути поехали по ровной дороге. Снега вокруг уже нет, и в лесах вовсю цветут настоящие ковры подснежников. Когда такая красота вокруг, искать гостиницу для ночлега даже и не тянет. Смотрите в следующей программе. Да, он ещё есть башни. Курская магнитная аномалия, Тридонские степи и музей Шолохова. Барханы южной полупустыни и оффроуд в Кабардинских горах. Высота 3600 метров. Потихонечку поднимаемся в горы. Но горы достаточно высокие и тяжёлые. Досадная поломка перед самым финишем. И чем закончится Волок 2010? На нашем суперавтомобиле сломалось ресурс. Не пропустите!